здорово парни и хотелось бы озвучить скажем так первые итоги по съемке экшен камерой и кен 4k ультра hd вай фай да с баннер с ссылками на дружный мне канал и по левую руку верхнем углу от вас также ссылки в описании для тех кто смотрит мобильных устройств ну что друзья можно сказать игрушка в принципе своих денег стоит весело скажем так провести с ней время можно сейчас я вам покажу несколько кадров съемок этой камеры ну для начала давайте скажем вот все то что там есть комплекте два аккумулятора пульт дистанционного управления это определенно все не лишнее все это очень удобно все это пригождается допустим пульт дистанционного управления вам пригодится в том случае если у вас камера за спиной на так называемом хвосте то есть на руку говоря такая палка длинная штатив который снимает как бы со стороны от третьего лица вас то есть каждый раз туда дотягиваться настраивать это нереально к сожалению конечно я не попробовал как она работает через вай фай по той простой причине что телефон у меня старый и прошивка у меня старая я просто принципиально не хочу менять на какую-то новую там не знаю не хочу еще то приложение которое идет к этой камере она с этой прошивкой не работает еще один вопросик потянет ли мой телефон эту прошивку который идет с этой группы говорит с этим приложением не знаю ну ладно у меня уже на android как бы я возьму не телефон и попробую как он работает с вай фай даже на сегодня ничего интересного там принципе нет вот я не стал сегодня менять крышку заднюю на ту которую с прорезями во первых делать это я не знаю смысла нет вот уже пластик отполирован настолько что видно каждую царапину вот почему я как бы и опасаюсь вот за этот вот грубо говоря защиту объектива то что она ну скорее всего через какое-то время придет в негодность заклеивать пленкой только ухудшать качество и поэтому к этому относиться более аккуратно потому что если они появятся царапины все эти царапины будут на экране компьютера видны так вот самое основное что хотелось бы добавить качеством съемки в принципе я доволен сейчас вы его увидите вот конечно качество звука хромает а да крышка с прорезями я думаю что не сыграет огромной роли в записи звука звук здесь ну скажем так пишется не очень качественно не очень хорошо но вы сейчас это посмотрите и все поймете ну давайте наверно начнем с как она снимает на грудном креплении в аквабоксе для начала сейчас использую и мамашки и мамашки и мамашки сразу показываю как она снимает на селфи палки без аквабокса грубо говоря на этом вот крепление просто рамка чтобы микрофон был не закрыт а так друзья она снимает селфи палки мечты гламурных дур примерно я не знаю теперь опять же со звуком как там слышно нормально нет я думаю я посмотрю мы с вами проверим солнышко уже смотрите поднимается выше кор весна как раз сейчас аккумулятор подсядет который был заряжен изначально примерно как-то так вот это все выглядит все это баловство с экшн камерой вот и кем сказать прикольно побаловаться может как это не вовремя одной страны но то что приехала она зимой в лес нельзя и по конкретней пойти потестить прикольно не знаю как это будет на компе выглядеть но так если что то прикольно сейчас задача первоначальная понять как эта камера снимает толп пограничный мы находимся на границе с Финляндией с Таллилином далеко ли до Таллилина если хотите могу сказать напишите Таллинцу он вам расскажет он должен узнать не не прикольно прикольно а с другой стороны конечно хорошо что у меня ума хватило все это заказать зимой то есть к лету я уже полностью вооружен готов вообще к любым так сказать приключениям сейчас я еще и конечно опробую не раз и может быть даже через пару выходных такую сделаем вылазочку а вон туда пройдем там дальше тупики и дальше 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 но летом мы могли видеть куда я ходил вот но здесь видимо не приходит надо утепляться и одеваться да хорошая игрушка совершенно недорого вообще я считаю что у каждого человека который занимается ютубом я уже говорил об этом должна быть не одна камера а нет конечно начинающему можно и пока пользоваться телефоном понять как у него вообще дело будет двигаться или нет а уже кто посерьезнее посмотрите люди покупают камеры десятками то есть ну надо снимать все равно сразу к ракурсу с одного ракурса снимать очень удобно и очень это нудно и не интересно смотреть так что вот такие вот дела конечно по конкретнее еще обзоры этой камеры будут я уже точно расскажу свои впечатления как она снимает что она делает насколько хватает аккумулятора как то надо будет потестить посмотреть что где-то в какой-то так походе не облажаться всякими интересными моментами но пока примерно так самому мне уж было очень интересно выйти посмотреть что она тут наснимает очень хорошо что китайский рынок развивается гоупро просто ну нереально покупать такой же вот базовой комплектации и за такие бешеные бабки если эта камера снимает немного не хуже не намного хуже это даже может быть и лучше в чем-то гоупро на хрена это гоупро нужно сами посудите я не знаю лично а вы карачка да да конечно гламурная палка оставляет желать лучшего но как говорится дареному камеру зубы не смотрят все таки наверное придется покупать какую-то другую и придется решать вопросы со звуком то есть как-то на диктофон наверное писать если снимать непосредственно на экшн камеру под дождем там или еще в каких-то экстремальных ситуациях писать наверное диктофон потом это все накладывать но при развитии современных программ и технологий это вообще сделать не сложно просто как бы все время мне не хотелось с этим морочиться не хотел с этим заниматься и разбираться люблю я эти высокие технологии но прогресс на месте не стоит надо двигаться и учиться чтобы делать качественный контент друзья так что вот так вот пульт дистанционного управления вообще офигительно штукинцы я давно хотел себе для своей основной камеры пульт взять ну не знаю подойдет он или нет если буквально взять и попробовать потому что офигительная вещь потом покажу как она снимает в аквобоксе на селфи палке опять же не знаю теперь ли будет слышно или нет это уже она идет вокруг бокса а 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 Продолжение следует... Смотрите, все увидите Итог, наверное, такой Камера своих денег определенно стоит Все то, что в ней есть в комплектации Оно это и должно быть Оно вам все пригодится, рано или поздно Вот единственный вопрос, конечно, со звуком Как ему надо решать, я не знаю То ли записывать это на диктофон, потом накладывать То ли просто делать какие-то ролики, грубо говоря Экстремально с этой камерой И после уже накладывать какую-то музыку Чтобы это было весело Вы понимаете, о чем я Но полноценные обзоры, в принципе, снимать, конечно, пойдет Но только без аквабокса Аквабокс звук не пропускает, ну, почти совершенно То есть вообще очень плохо Понимаете, наверное, о чем я В дождливую погоду на улице Уже без аквабокса ты не поснимаешь Ну, не знаю, ладно Я, в принципе, покупкой доволен Ни грамма не расстроен Ничем я знал, на что я иду Что я приобретаю, как бы Так что Могу ли я эту камеру порекомендовать кому-то? Ну, наверное, пока нет Почему? По той простой причине Что, ну, опять же, в видео было по этой теме Рекомендовать кому-то, что-то советовать Это дело неблагодарное Сами за себя решайте Сами думайте, что вы хотите от этого Скажем так, девайса Мне камера понравилась Возьму ли я себе вторую? Да, скорее всего, возьму Только не знаю, конечно, когда Хотелось бы ближе к лету Чтобы уже где-то к маю Она была на руках Чтобы уже можно было полноценно делать то, что я хочу Итак, наверное, как всегда Палец вверх Ну, кто не ставит, тот, как всегда, вонючка Кому не понравилось видео Ставим палец вниз Это тоже поднимает рейтинг канала За всем прощаюсь Всем удачи, всем пока